А это итальянский наркотик, который я привез из Италии. Это Орегано. Сегодня он полноправный хозяин на кухне Елены. Домени Калафачи. Родился и вырос в Италии. Бизнесмен, но фору может дать любому шеф-повару. Их связали соцсети. Сидя на карантине в пандемию, Доменика увидел в фейсбуке Елену. И был поражен ее красотой. На его сообщения она ответила не сразу. Хотя свободно владеет итальянским. И когда я ответила, он мне задал только один вопрос. Но ты существуешь? И я сразу же перезвонила. И объясню, почему. Потому что как существую? Я не поняла. То есть он не верит, что я существую. И я сразу же так, две минуты, я сразу раз и перезвонила. И когда я его впервые увидела вживую, первое, что бросилось мне в глаза, это его кудрявые волосы, уложенные гелем. Я, вау, вот это мужчина. Спустя несколько месяцев они встретились в Стамбуле. И поняли, это любовь. Свадьбу сыграли в Италии. По русской традиции, молодоженов встречают с хлебом и солью. Теперь супруги Алафачи живут на две страны. Летом в солнечной Италии, зимой в России. И вовсе не потому, что Доменика любит снег. Одна вещь, которая меня очень поразила, о том, что на улице холодно. Но во всех помещениях, когда бы ты ни пошел, так же в туалет в парке. Обогреваемое помещение. Как так? По правде говоря, допустим, в Италии очень плохое отопление. И в домах, и в магазинах. То есть магазины не отапливаются. И я хочу сказать, что мы приезжаем сюда, наверное, греться зимой. Россия раскрыла в Доменика талант кулинара. Супругу пускает на кухню нечасто. И только для приготовления одного единственного блюда. Любимое блюдо Доменика, это, по-итальянски скажу, инсалатто руссо. И знаете, что это такое? Это оливье. Инсалатто руссо. Оливье. Интересно то, что только со мной он впервые попробовал оливье с мясом. Я готовлю с курицей. В Италии они делают оливье без курицы. Просто овощи. Пока он приучает Елену к итальянской кухне, она его к русской культуре. Каждый год на крещение супруги выбираются к Иордане. В прошлом году Доменика даже поучаствовал в обряде. Я совершил это действие. И да, очень хорошая традиция. Потом я еще заметил, заходя в церковь, видя людей, которые посещают церковь, то, что люди верующие. Здесь в России до сих пор сохраняются ценности, семейные ценности, также традиции, связанные с церковью. В Италии сейчас больше всего связано с деньгами, с политикой. А в России более душевно. Пока мы снимали сюжет, Доменика приготовил фузили с кабачками и брускетты. И предложил поднять бокалы за 14 февраля. Хотя для России это нетрадиционный праздник, его чтят в Италии. Ведь это еще один повод напомнить друг другу о чувствах. за 14 февраля будет очень важный день для всех вас влюбленных. Любите друг друга, потому что любовь это самая важная вещь в мире. Тьямо. Акьио. Чин-чин. Чин-чин.